И скрипаль. Естественно, это самая обсуждаемая тема сейчас во всем мире и в России. Эта тема обсуждается гораздо больше, чем даже выборы, чем все остальные темы. И правильно обсуждается, потому что это вещь, которая очень сильно повлияет на все то, что происходит внутри страны и вне страны в ближайшие несколько лет. Вот прямо несколько лет без каких-то сомнений. Давайте еще раз, что произошло. Этот человек был сотрудником ГРУ в течение нескольких лет. И он начал работать в какой-то момент на английскую разведку. То есть стал предателем. Его поймали, развлочили, посадили в тюрьму. Ему дали 13 лет, из которых он 7, по-моему, отсидел. Или 4 года он отсидел. Ну, много лет отсидел. То есть вообще его, говоря, могли убить в тюрьме, если хотели бы. Но он какое-то количество времени отсидел. Потом он был обмельным, продолжал жить в Великобритании, работая на английскую разведку. И дальше известно, что он какие-то там для них тренинги читал, что-то делал. Ну, то есть он такой, скажем так, мы не понимаем, что происходит там внутри ГРУ. Ну, и не должны понимать, да, на то оно и секретное ведомство. Но я думаю, что у каких-то там рядовых сотрудников и нерядовых достаточное количество эмоций и причин для того, чтобы совсем не любить Скрипаля. И планировать против него акции различной степени жесткости, да. Ну, разведки есть разведки. Мы понимаем, что люди, которые там существуют, они живут немножко по другим правилам. Другое дело, что даже когда они живут по другим правилам, наверное, не нужно что-то делать таким образом, распыляя оружие массового поражения и отравляя еще 20 человек. Ну, так вот, этого Скрипаля отравили именно таким образом, отравили неким веществом. Их обнаружили на скамейке в английском городе Солсбери. Полицейский, который к ним подошел, тоже оказался в коме. Еще 21 человек, которые проходили мимо, пострадали. Естественно, вся Англия встала на уши. Вот обратите внимание, когда Путин выступал со своим посланием и рассказывал, какие у них есть ужасные ракеты и всякое такое, и вообще всем было наплевать. Я даже видел подборку английских газет в день, когда Путин всем грозил своей новой ракетой и огненным шаром. Все английские газеты писали про сугробы, которые есть на улицах. Как вот сложно нам, англичанам, через эти сугробы пролезать. Всем было наплевать на путинские ракеты. Когда случилась ситуация с Скрипалем, абсолютно противоположная вещь. Все сошли с ума. Естественно, все сразу обвинили Россию. Я могу сказать, что на сегодняшний момент действительно не существует никаких стопроцентных доказательств. На сегодняшний момент нет ничего, кроме мнений и заявлений английских, и уже не только английских специальных служб, которые показывали бы, доказывали, что есть причастность России. Но есть некая совокупность косвенных доказательств. Есть некие прямые доказательства. И поэтому, конечно, первоочередная версия, которая возникла, это причастность России. Лично я повторюсь, это всего лишь версия. И я не знаю, что произошло. Я также придерживаюсь этой версии. Просто на основании тех причин, которые нельзя отрицать. Первое. Скрипаль, судя по всему, был отравлен действительно этим газом новичок. И формула его хоть и секретная, но про него, в общем-то, известна в мире. Потому что создатель этого газа новичок еще в 90-е годы уехал российский ученый, который работал в секретном институте. Во-первых, написал книгу здесь, его за это преследовали. Он уехал в США. И мы, конечно, не сомневаемся, что все западные разведки, западные следователи, кто угодно, они довольно неплохо знают, что такое этот новичок. И именно поэтому так быстро установили, что Скрипаль был отравлен именно этим газом. Второе. Вот это дело фактически абсолютная калька с так называемого дела Литвиненко. И когда только произошло отравление Литвиненко, все точно так же говорили, ну какой смысл России делать это, это же так глупо, это же так очевидно. Но выяснилось, я считаю, что по делу Литвиненко есть абсолютно достаточные доказательства быть уверены в том, что это сделали представители российских спецслужб, причем очень тупые представители российских спецслужб, потому что он был отравлен радиоактивным веществом, пока его везли, загрязнили весь самолет. Потом, когда его там смешивали, это радиоактивное вещество, в туалете ресторана эта вся кабинка, в туалете фонила так, что ее там пришлось очищать, дезинфицировать. Было точно так же, так или иначе, подвергнуто облучению больше 20 совершенно случайных людей. Один из нападавших, один из этих убийц, сам себя, ну обращением с этим полонием, сам заразился, ну не заразился лучевой болезнью, сам подвергся лучевой болезнью, вот вы видите, Луговой, который стал депутатом Госдумы и является одним из самых идиотских и тупых депутатов, ну вот, собственно говоря, тупой метод исполнения отражает тупость этого Лугового, который вы можете легко проследить из любого политического, из его любого политического заявления. То есть это, как в фильме, тупой еще тупее. Людям поручили совершить такое демонстративное убийство. Они его совершили, они оставили огромное количество следов, по которым их проследили, вот их перемещение. И есть полное количество доказательств, что это к этому причастна Россия. И естественно, ну как, знаете, если оно выглядит как утка, крякает как утка и ходит как утка, то, скорее всего, это утка. Поэтому и английские средства массовой информации, английские спецслужбы, как минимум, вот на этом уровне обвиняют сейчас в том, что это сделала Россия. И мне кажется, вопрос о том, зачем это сделано, ведь это невыгодно, это вообще абсолютно неправильная постановка вопроса. Это выгодно. Нынешнему путинскому режиму это выгодно, и мы видим, как эта выгода реализовалась прямо сейчас. Телевизор включите. Вы посмотрите, у нас снова вся политическая повестка перемкнулась на международную и на обсуждение, какие же враги на Западе, какие же они ужасные гады, как у них нет доказательств, но они нас третируют. Это ровно то, что нужно Путину. Ему ничего другого не нужно. Ему не нужно, чтобы во время выборов и после выборов мы обсуждали здесь что угодно российское. Даже его пресловутую ядерную ракету начинают обсуждать. Ну, так обсуждение-то какое? Что никакой ракеты нет. Конструкторы говорят, что нет никого. Разогнали всех. В нашем супер-мега-институте зарплата 16 тысяч. Про какую вы ракету рассказываете? Любую тему возьмите. От сельского хозяйства до ЖКХ правоохранительных органов обсуждение этого крайне невыгодно Путину. Начертаемо это обсуждать гораздо лучше. Если Мария Захарова в ток-шоу у Владимира Славьева кричит, да мы эти, какой они имеют право. Мы сейчас сами по ним шарахнем, пусть идут к чертовой матери своим ультиматумом. Человек смотрит и говорит, ну правильно, ну как, ничего себе, ультиматум нам приезжает. Пошли к чертовой матери со своим ультиматумом. Мы здесь, ну в общем-то, нормальная реакция для значительного количества граждан страны, особенно тех, которые не знают, что произошло. Ну им же в телевизоре сказали, что ничего себе англичане, а уж сейчас говорят украинцы, грохнули там какого-то предателя сами, обвиняют нас, предъявляют нам ультиматумы, пусть идут к чертовой матери. Вот. Поэтому это грандиозная выгода, и это будет сериал на долгие годы. Значит, против нас будут вводить санкции, а мы будем что-то там возмущаться. Вот буквально перед началом передачи уже Дональд Трамп даже уже заявил, что он, в общем-то, тоже поддерживает. Он не обвинил впрямую Россию, так как это сделала уже Великобритания, Франция, страна Евросоюза, и сам Госдеп США тоже заявил напрямую, но Трамп еще не сказал там напрямую Россия виновата, но он примерно в таком же ключе уже высказался. Поэтому это будет снова на долгие годы прекрасная песня, и Владимир Путин будет очень счастлив, а отдельно очень счастливым его сделала Тереза Мэй, которая, премьер-министр Великобритании, сначала выступила с какими-то ужасно жесткими заявлениями. Давайте послушаем одна минута выступления ее с титрами русскими, где она прямо сказала, сейчас мы тут всех разгоним, и прямо даже казалось, что действительно начнет разгонять олигархов там всяких, выгонять из Лондона и так далее. Одна минута, одна секунда Тереза Мэй. 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 что уже на следующий день они сказали, что они сделают. Какие ужасные кары. 23 российских дипломата будут высланы. 23 английских дипломата будут точно так же высланы на следующий день. А 23 российских олигарха и российских чиновника останутся в Лондоне жить припеваючи. Плюс ужас, ужас. Королевская семья не приедет на открытие чемпионата мира и не будет смотреть матчи. Знаете, еще более крутой, более мощная санкция была сказана, когда о принце Гарри родятся дети, удивительные малютки, очень милые. Мы запретим русским показывать фотографии юных принцев и умиляться об этом. Вот это была бы еще более жесткая санкция. То есть, конечно, ответ Великобритании выглядит пока очень убедительно. Но, опять же, пока все, что сказано и для широкой публики, и для нас, это просто обвинения, сказанные вслух. Нет ни документов, ничего всего остального. Поэтому я считаю, что это будет очень долгая история, очень выгодная Путину. И я действительно разделяю мнение о том, что это все-таки сделали российские спецслужбы. А так демонстративно они это сделали, потому что это сигнал Родченкову, например. Это сигнал таким, как Родченков. Российская элита, все эти путинская кремляшушера, это люди, которые всегда хотят его предать. Ну, это вообще сборище жуликов и воров. И эти жулики и воры, они, конечно, в какой-то ситуации. Они мечтают уехать, они мечтают уехать свои деньги. И Путину крайне важно сказать всем. Значит, чуваки, я вас найду и отравлю весьма демонстративно. Убью. Не думайте, что вы попали в программу защиту свидетелей, в которой скрипали, очевидно, было. Он был, видимо, штатным сотрудником МИ-6 или МИ-5, какой-то там спецслужбы. И мы его отравили так демонстративно, оставив такие явные следы. Поэтому не думайте, что мы вас не найдем. Это главная цель, плюс попутная цель, вновь переключить все обсуждение на внешние политические проблемы. Но я думаю, что если будут обнародованы более четкие доказательства причастности к России, конечно, санкции будут гораздо жестче. И нам остается с вами только надеяться на то, что эти санкции не будут вновь направлены против там и властью, и Западом, против российского народа. Какие-то секторальные санкции против экономики. А в первую очередь против того отвратительного жулья, которое сидит там в Лондоне. И которое, вообще говоря, к радости и жителей Британии, и к жителей России давно пора оттуда вытурить. Продолжение следует...